Были уже наработаны связи российским и пакистанским парламентом, потому что это и есть один из конкретных результатов нынешнего визита. Если политическое сотрудничество между странами развивается активно, то на экономическом еще предстоит поработать, считается, на гре. Для прорыва есть все условия, в том числе политическую волю руководства двух стран. А в этом лейтенанты Генка говорилось премьер-министром Пакистана Шеклазом Шарифом. На уровне глав государств, при встрече нашего президента и премьер-министра, были определены главные направления, перспективные направления развития взаимодействия с Пакистаном. Поэтому мы обсуждали уже детали этих проектов. Важно, что в начале декабря состоится межправительственная комиссия российско-пакистанская по торгово-экономическому инвестиционному сотрудничеству. И мы договорились, что надо уже действовать предметно. Направления определены, цели задачи понятны. Нужно будет обсудить конкретные проекты, сроки их реализации, подключение бизнеса, выработать рабочие механизмы. Власти Пакистана попросили признать в страну российских специалистов, чтобы они помогли восстановить филологический завод в Карачио. Предприятие строило еще в 70-х советские инженеры. В начале двух выход завод остановился и постепенно пришло к запустению. Они хотят построить на его базе новый завод и приглашают к этому проекту Россию. Я обязательно переговорю премьер-министрам. Этот вопрос будет внимательно рассмотрен. Мы ждем технических заданий и условий от Пакистана. Это тоже может быть хороший инвестиционный проект для нашего бизнеса. И такой знаковый, я бы сказала. Товарооборот между странами начал значительно расти только в прошлом году. Он принесил рекордный показатель в миллиарды долларов. Перспективное направление сельское хозяйство, строительство железных дорог и энергетика. В частности, поставки нефти. В том году первым, знаете, там первым, что я поступил из Севсуги в Карачик. Это была как первая ласточка. И по итогам года получилось...